МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вы считаете, как она характеризовалась для вас, на ваш взгляд, как кандидата в народные депутаты? Вы знаете, сейчас действительно проходит предвыборная кампания. И то, что сейчас происходит, она особо ничем не меняется, что было в 2012 году. При том, что у нас сейчас идет война в стране, при том, что у нас произошла революция. Методы оппонентов остаются все те же. Это запугивание, это шантаж, это подкуп избирателей, это танцы, пляски. То есть в принципе ничего не изменилось? В принципе, особо ничего не изменилось. То, о чем я говорю на встречах с людьми, когда с ними общаются, что действительно в Киеве есть какие-то веяния, мы видели то состояние и то количество людей, которые были на Евромайдане, действительно такой был порыв гидности, то на сегодняшний день на местах в принципе ничего не изменилось. Ну а как вы считаете, вот в целом эти выборы позволят изменить расстановку сил в парламенте, в целом изменить что-то в отношении дальнейшего законотворчества в государстве, ну и собственно формирование правительства? Давайте с расстановки сил начнем. Ну вот смотрите, то есть мы, Украина выбрала вектор развития, это европейский. То есть начнем сразу как бы с этого. Из-за этого появились люди на Евромайдане, да, и наконец-то мы все-таки свой вектор выбрали. Я надеюсь, этот вектор уже меняться никогда не будет, и он, я скажу честно, говорю, что правильный. Поэтому для развития страны в европейском направлении, соответственно, нужно европейское правительство. Что такое европейское правительство? Люди, которые, у них другие совсем ценности. Люди, которые готовы к реформам, люди, которые готовы действительно выводить жизнь обычных людей на европейский уровень. Команда Арсения Петровича и Циняка, вот, и я это говорю абсолютно искренне, потому что я этого человека знаю лично, и очень многих людей знаю лично, которые находятся в его команде. Это действительно те люди, которые на сегодняшний день во время войны, вот, то есть они готовы действительно выводить страну из кризиса, они готовы делать реформы, причем где-то реформы, может быть, где-то не популярные, вот, но вы знаете, у нас просто сейчас на сегодняшний день нет другого выхода. Ну, собственно, ведь команда Арсения Циняка и сейчас находится в действующем правительстве, вот, собственно, что мешает тогда делать реформу? Ну, вы же следите, наверное, за теми событиями, которые происходят в парламенте, когда с седьмого раза или с пятого принимается какой-то законопроект. Те там маргиналы или, скажем так, перебежчики, которые там сейчас начинают перекрашиваться и под давлением, скажем так, людей, горящих шин, которые находятся под Верховной Радой, они просто вынуждены там нажимать на кнопку, ну, это же не искренне, ну, так же законы не принимаются. То есть вы считаете, что все-таки нужно, чтобы в качестве напоменялся состав парламента? Абсолютно верно, конечно. И у нас для этого есть все предпосылки. Вы говорите о реформах. Вот как вы считаете, что новое правительство должно сделать для того, чтобы воплотить их в жизнь? Ну, давайте мы дождемся выборов, да, то есть действительно будет созна коалиция. И Арсений Петрович Иценюк заявил, что он будет сотрудничать и с командой Порошенко, то есть для того, чтобы создать твердую уже устойчивую коалицию. У нас на сегодняшний день это парламентская президентская республика. Соответственно, новый уряд будет выбирать для себя, ну, то есть выбирать премьер-министра. Вот, от этого очень многое зависит. Давайте рассмотрим, ну, как бы, постановка тех сил, которые находятся на сегодняшний день, и которые претендуют все-таки зайти в парламент. Есть ли у тех, у оппонентов, скажем так, та команда, которая действительно готова прийти в парламент и уже не просто показывать, что они что-то там будут делать, а на самом деле оставить интересы олигархов, а действительно работать на народ. Вот. Те люди, которые на сегодняшний день в Народном фронте, это те люди, которые собственным примером показали, что они действительно отстаивают интересы нашей страны. Они действительно за время Евромайдана, за время сейчас антитеррористической операции, они показали, что они действительно готовы и они достойны того, чтобы представлять, ну, уже в новом качестве, все-таки в европейском качестве в парламент. Ну, а все-таки, какие вот должны быть примеры реформ? То есть, что действительно должно переломить ситуацию в стране? Что должно дать толчок развитию экономики? Ну, для начала мы должны закончить войну. Вот. На сегодняшний день выборы проходят действительно на фоне войны. Вот. Мы имеем внешнего агрессора. И, знаете, здесь понятно, что мы через это испытание должны пройти. Вот. Ну, знаете, можно сказать, чтобы не делать все к лучшему. То есть, люди вот на сегодняшний день, они действительно объединились, они действительно появились на чувство патриотизма, потому что появился внешний брат-враг, да, ну, то есть, да, российский народ. Чтобы понимали, они против русских, да, но в любом случае имперские позиции господина Путина, которые просто уже зашкаливают, они уже просто ни в какие рамки не идут. И в зомбировании, как говорится, своего народа россиян. Вот. То есть, мы... Должна на сегодняшний день армия, это должна быть уже обновленная. Я просто обращаясь с людьми и находясь на округе, возьму, например, ПГТ Лиманское, это бывший военный городок. То есть, у нас армии просто на сегодняшний день просто нет. Ну, я имею в виду, вот, то есть, она сейчас начала уже возрождаться, но она периодически, там, последние, там, 5-10-15 лет, она просто уничтожалась. То есть, разворовывалось то, что там осталось. Вот. И, действительно, воинская служба, она уже не была такой, как бы, престижной. То есть, в первую очередь, действительно, нужно навести порядок, как говорится, в армии. После этого, когда у нас закончится война, то есть, мы можем уже проводить остальные реформы. Но порядок в армии ведь тоже невозможно наводить без денег. То есть, для этого нужны деньги, соответственно, для этого должна заработать экономика. Вы правильно говорите. Но давайте мы рассмотрим этот вариант. То есть, благодаря Арсене Петровичу Яценюку, то есть, действительно, Европа дает деньги на реформы в Украине. Что делало предыдущее правительство? Я не хочу там сейчас переходить на попорядников, да, как любят обычно политики делать. Вот. Но мы можем объективно смотреть. То есть, мы получили пустой бюджет, минус 75 миллиардов. Мы получили полностью разворованную, как говорится, то есть, полностью изныщенная экономика. Да, у нас нет армии, у нас нет милиции, у нас нет СБУ, ничего нет. Благодаря тому, что Арсений Петрович воспринимается хорошо в Европе, в Америке, вот, он ведет переговоры на высоком уровне. То есть, он качественно подходит к этим вопросам. И благодаря этому, то есть, деньги поступают в наш бюджет. Причем, деньги поступают в бюджет не для того, чтобы мы их проедали, как делали предыдущее правительство путем разных популистических каких-то там заявлений и так далее и тому подобное. То есть, деньги направлены на конкретные реформы. На сегодняшний день уже, я знаю, 18 миллиардов гривен потрачено на действительно армию. Да, еще, может быть, не все так, как хотелось бы. Объясню даже, почему не все, как хотелось бы. Почему? Потому что у нас в высших эшелонах армии, у нас есть действительно зрадники, у нас есть люди, которые должны просто уйти с этих мест. Это вообще можно перейти к вопросу алюстрации. Вот почему это тоже на сегодняшний день очень важно. Потому что благодаря тому, когда уже почистятся вот эти вот места, говорят, зайдут люди действительно, истинные патриоты своей страны, тогда у нас будет уже действительно сдвиг и мы это почувствуем. Ну, а если говорить об экономике, понятно, хорошо, что Европа и США помогают, но все-таки восстановление экономики это возможность зарабатывать за счет собственных ресурсов. То есть, нужно развивать внутри, нужно что-то еще. Ну, ни для кого не секрет, что Украина, в принципе, аграрная страна, да, то есть, и мы об этом знаем. Но на сегодняшний день, смотрите, что у нас получается, у нас сейчас собирается зерно, и зерно фактически все вывозится за границу, да. А почему бы не сделать так, чтобы у нас та продукция, которая перерабатывалась, правильно, с поля, то есть, сразу же уже в пакеты и там в какую-то продукцию. Так а почему это сейчас не происходит? А у нас же сейчас система работает как? То есть, у нас система на откатах, на том, чтобы действительно надо прийти там где-то до взятку или еще. Даже, знаете, вот я сталкиваюсь, я являюсь депутатом городского совета, ну, и также кандидатом по 139 округу, правильно вы заметили. Продукт случается в чем? Чтобы, например, ввести какие-то экономически эффективные, там, например, энергосбережения или так далее, и тому подобное. То есть, для города, например, это важно, там или еще что-то, но для того, чтобы пришел инвестор, то есть, оказывается, нужно еще дать кого-то хабаря. То есть, инвесторы европейские, они просто не понимают, говорят, вам же это нужно, да, нужно. Но для того, чтобы ты сюда зашел на этот рынок, например, да, с какой-то там услугой или с какими-то там новыми технологиями, ты еще должен, оказывается, там заплатить, там заплатить, и бюрократическая вся эта машина, которая вот на сегодняшний день работает. Это что-то делать, возле каждого чиновника по милиционеру ставить? Нет, нужно эти чиновники, опять же, возвращаясь к люстрации, то есть, чиновник должен работать на благо своей громады, а не для того, чтобы при зарплате там 2,5-2,7 гривен, через полгода, через год он имеет маеток там за 500 тысяч гривен или там за миллион. Вот здесь вот много вопросов. Вы как раз упомянули об аграрном потенциале, вы баллотируетесь по 139 округу, это частично как раз пригородный район, это область. Вот что нужно для развития вашего округа? Вы сейчас встречаетесь с избирателями, чего хотят люди, как они видят дальнейшее процветание, от чего оно зависит? Понимаете, сейчас люди, конечно, очень встревожены военными действиями, которые проходят в Украине, и вопросы, конечно, там плохих дорог, нехватки рабочих мест, мест в детских садах, образования и тому подобное, то немножко, ну, честно скажу, то есть, ну, искренне, как говорят, да, то есть, немножко уходят как бы чуть на второй план. Но в любом случае война закончится, люди понимают, что, ну, они... А бытовые проблемы никуда не денутся. Бытовые проблемы действительно никуда не денутся. Вот, поэтому, естественно, они вспоминают со слезами на глаза, какие у них были фермы, какие у них были там колхозы и так далее и тому подобное. То есть, и теперь вопрос, ну, куда оно все делось? То есть, знаете, здесь идет вопрос о том, что делать нужно реформу и местного самоуправления. То есть, когда мы пирамиду тех денег, которые на сегодняшний день у нас получаются, деньги с места уходят в Киев, а потом Киев распределяют в ручном режиме, этому дам, этому не дам. Вот, дают в каком случае, если, например, дашь откат, или если там, допустим, к Киеве лояльно относится там кто-то наверху в Киеве. То есть, эту систему нужно менять, и все деньги, которые будут собираться на местах, соответственно, они должны оставаться в бюджете, в бюджете того населенного пункта. Я сразу предупреждаю тех людей, которые вот на местном уровне, то есть, это не касается там, как говорится, Верховной Рады или еще что-то, чтобы они очень внимательно и очень осторожно относились к тем, кто будут люди заходить в 2015 году уже на местные советы. Это, понятно, речь о реформе местного самоуправления, но все-таки вот развитие аграрной составляющей, фермерского хозяйства, малого бизнеса, ведь для него нужен, наверное, определенный климат. То есть, есть европейский опыт, есть, наверное, ну, есть опыт развитых стран. Вот как новое правительство, как новая Верховная Рада планирует, вы как представитель, возможно, этой новой Верховной Рады, как вы видите развитие аграрного бизнеса, какие должны быть возможны реформы, либо льготы для них, чтобы они смогли, имели возможность зарабатывать? Ну, во-первых, нужно уменьшить обязательно количество налогов, которые на сегодняшний день есть, там, с 22 до 9, то есть, Арсений Петрович Иценюк об этом уже заявил, это первое. Во-вторых, нужно уменьшить вот эту вот бюрократическую тегомотину, которая у нас на сегодняшний день есть, потому что для того, чтобы что-то открыть или, то есть, что-то запустить, какое-то производство, это просто действительно нужно пройти все круги ада. То есть, вот эта вся ситуация должна быть намного прозрачной, и этот процесс должен проходить за очень короткий период времени. Вот, тогда инвесторы будут понимать, что здесь его ждут, что прозрачно и правила у всех одинаковые, а не так, как у нас оказывается, там, если ты там брат или сватом какого-то высокопосадовца, то, понятно, для тебя зеленая дорога, заходит человек просто со стороны, то есть, для всех правил должны быть равны. Вот, когда мы эту практику действительно введем, и это уже будет работать, тогда инвестор готов заходить в Украину и здесь, ну, строить свои какие-то производства, и это действительно, это и рабочие места, это отчисление в городской бюджет, соответственно, это и дороги, и детские сады, ну, все отсюда, как говорится, следует, экономика заработает. Ну, так и парламент, наверное, должен принимать не только, ну, должен принимать законы, и должен их принимать так, чтобы их можно было выполнять и контролировать. Вот, кто и как их должен контролировать? По поводу контроля, опять же, я тоже общаюсь с нашими жителями по 139 округу, я их просто... Да, законов у нас много. Я их просто призываю к тому, чтобы они не оставались байдужами, не оставались в стороне, потому что за 24 года, к сожалению, нам вдалбливалось в голову о том, что там наверху решили, и других вариантов никаких нет. А так не может быть, то есть, нужен каждый человек, то есть, есть в каждом поселке, в каждом селе, в каждом городе, то есть, группа каких-то людей, которые действительно активны, которые готовы отстаивать интересы громады, и они также должны контролировать те принятия решений, допустим, на сессии, например, на местном уровне. То есть, они должны обязательно давать оценку, то, что происходит. Если будет даваться объективная, правильная оценка, и они будут заявлять о своей позиции, с привлечением тех же средств массовой информации, это тоже очень такой хороший рычаг, как говорится, потому что не любят, когда это все выносится, как говорится, за пределы. Да, освещается и выносится, да. Поэтому здесь рычаг очень простой, то есть, это действительно общество, которое не стоит в стороне, оно будет контролем. И тогда каждый чиновник, каждый депутат, каждый, не знаю, там, высокопосадовец, он действительно будет под отчетом, он будет понимать, что перед законом все равны, и если он будет что-то делать не так, его просто, минимум его уволят с этого рабочего места, или, по всему, он будет нести ответственность. Александр, и в завершении, вот, собственно, с того, то, с чего начали, эта избирательная кампания, вот, как вы считаете, результаты выборов, они действительно смогут переломить ситуацию в стране? То есть, настолько ли важны эти нынешние выборы для страны? Очень важны, у нас сейчас идет полная перезагрузка власти, да, то есть, мы начали с президентской кампании, да, у нас сегодня у нас парламентские выборы, вот, и я считаю, что это уже, ну, второй, скажем так, шаг к тому, чтобы у нас идет переломный момент в стране, и я вам скажу, что Украина уже не будет такая, как была раньше. Суспельство уже просто проснулось, то есть, они уже не допустят того, и мы не имеем права, ни Народный фронт, ни Арсений Петрович и Ценюк, ни те люди, которые баллотируются от Народного фронта, мы не имеем права на ошибку, мы, потому что те люди, которые погибли на Евромайдане, те люди, которые на сегодняшний день отстаивают нашу, ну, территориальную целостность на востоке Украины, понимаете, мы перед ними в огромном-огромном долгу, поэтому у нас нет права на ошибку, я знаю, что точно 26-го числа люди, которые на избирательные участки будут голосовать сердцем и головой, тоже в первую очередь, да, вот, и они сделают правильный выбор, и у нас, с нашим огромным потенциалом страны, мы действительно добьемся больших успехов. Ну что ж, спасибо, благодарю за эту беседу, я напомню, что у нас в гостях был кандидат от партии Народный фронт по 139-му избирательному округу Александр Горин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!